Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Талипов Олег Букарович. Окончил Дагестанский государственный медицинский институт в 1993 году. Интернатуру по терапии прошёл в Махачкале, клиническую ординатуру по кардиологии и аспирантуру в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Евдокимова. Кандидат медицинских наук, доцент гафедротерапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи того же университета. Работал врачом в отделениях кардиологии, общей реанимации и кардиореанимации 50-й городской клинической больницы города Москвы. Сфера основных интересов Олега Талибова в настоящее время – клиническая фармакология, организация фармакокинетических и фармакодинамических исследований. Он независимый аудитор, надлежащий производственной практике GXP. Кроме того, Олег Талибов занимается исследованиями в области спорта высоких достижений, спортивной фармакологии и антидопинговой деятельностью. С 2020 года руководит лабораторией спорта высших достижений Московского университета имени Витте. Во время учебы в институте Олег Талибов занимался настольным теннисом. Он кандидат в мастера спорта, неоднократно выигрывал первенство Республики Дагестан, участвовал во всесоюзных соревнованиях. Олег Талибов, студия медицины «В контексте». Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Марина. Наша программа «Изучать человека» как одно из звеньев эволюционной цепочки. В ходе эволюции у животных выработалась такая поведенческая особенность, как состязательность или соревновательность. Животные состязаются друг с другом в борьбе за выживание. Вся эта состязательность у них направлена либо на индивидуальное выживание, либо на выживание вида. Они борются за территорию, за пищевые ресурсы, за полового партнера. А у человека все это вышло на новый уровень, состязательность. И на первый взгляд не имеет она никакого отношения к выживанию. Так, на первый взгляд. Человек придумал спортивные состязания. И в борьбе за превосходство над другой особью он не только изнуряет себя тренировками, но и прибегает ко всяким экзогенным стимулам. Собственно, о них сегодня пойдет у нас речь. О спорте и фармакологии, пожалуйста. И как это вводится, в наше время это приобрело и политический оттенок. Как все вообще. Ну, к сожалению, да. Потому что вот сейчас очень много говорят, что вот эти вот неофициальные медальные зачеты на Олимпиадах, это неофициальные соревнования. Это вообще приводит к тому, что в безумной гонке государство целое и включались, и включаются. Мы сегодня будем говорить о спортивные состязания и вот все эти допинговые программы. Ну ладно, не будем забегать вперед. Давайте просто мы поговорим, у нас будет достаточно такой легкий, наверное, разговор. Я сразу оговорюсь, что не будет никаких советов, что принимать, например. Потому что большинство препаратов, о которых мы будем говорить, они запрещены. Не будет советов, как избежать допинг-контроля. Мы здесь не о том. Мы просто поговорим о том, какие виды допинга есть, почему это запрещено, почему это нехорошо, к чему это может приводить. Ну вот я хотел бы начать с такого веселого, скорее, исторического экскурса. Вообще-то о допинге в спорте говорили давно, там уже во все 20-е столетие об этом говорили. Но первый раз программу допинг-контроля внедрили на Олимпиаде в 1968 году в Мехико. Были серьезные подозрения. То есть высота Мехико, дай бог памяти, там два с лишним километра, два четыреста, по-моему. Что спортсмены будут прибегать к разным видам стимуляции, к разным видам медикаментозной поддержки. И была разработана первая программа допинг-контроля. Собственно, тогда она была еще немножечко такая наивная. И вот результат этой наивности, это первая история с дисквалификацией. Первая история, первая дисквалификация была вынесена, решение дисквалификации по результату употребления ленинвалом. Это был пятиборец из шведской команды двух кружек пива перед стрельбой. А тогда алкоголь включили в программу, список запрещенных субстанций, запрещенных веществ. И он, ну вот, просто чтобы немножечко сбросить нервное напряжение, он маханул две кружки пива, там отстрелялся. В итоге это стоило шведской команде серебряных медалей. Он был дисквалифицирован, соответственно, была дисквалифицирована вся команда. Вот поэтому, сейчас так шутят, что пиво это самый спортивный напиток, такой исторический. Прославившийся на Олимпиаде. Да, прославившийся на Олимпиаде. Причем забавно, что если начали говорить о спорте, и сразу же о пиве. Долгое время, когда спортсмены после соревнований отбирают для выборочного допинг-контроля, они должны сдать анализ мочи. И, ну, он только что выступал, он вспотел, он обезвожен. Не все и не всегда могут быстро ее отфильтровать. Действительно, не у всех там полный мочевой пузырь. И была такая методика, спортсменам давали пиво. Она применялась в 70-е, 80-е годы. Там давали пару бутылочек пива маленьких, по 250-30 мл, просто чтобы простимулировать диурез. Забавная была история. В 82-м году, когда советская сборная на чемпионате мира в Испании, там был один футболист, не буду называть сейчас его фамилии, ну, известен был, в общем, своим пристрастием именно к пиву. А тогда тренировали Бесков, Лобановский. В общем, там не забалуешь. Никакого алкоголя, жесткий режим. И выборочно брали там двух-трех футболистов. И вот когда жребий пал на него, доктор команды советской, Савелий Мышалов, он прям порадовался за него, что наконец-то. Он его почти что два часа ждал. В конце концов, тот выходит, говорит, ну, знаете, я захотел это уже после четырех бутылочек, но до 18 терпел. Ну, это такая вот история о первой дисквалификации. На самом деле алкоголь потом исчез из этого допинг-листа. Вот давайте вернемся к истории. Вообще, я, честно говоря, даже не знаю, откуда взялось слово допинг. То есть, этимология слова я вот так раскопать и не смог. Первый раз начали его использовать, когда начали чем-то там поить лошадей перед скачками. Это было еще в 19 веке. Вроде бы пошло от голландского dope, наркотик. А в английском языке это dope, это, ну, собственно, тоже принимать какие-то наркотики. И вот была такая история в 1904 году на Олимпиаде в Америке, марафон. И там бежал некий Томас Хиггс, извините. Тогда не было каких-то запретов. И его тренер, по самому естественному, его же доктор, он его по дистанции подкармливал. То есть, он ему давал смесь бренди и яичных желтков, считалось, что это хорошо. И периодически колол по одному миллиграмму стрихнина подкожно. А вот стрихнин – это уже достаточно такая вот опасная штука. Вообще, марафон тот закончился трагикомически. Томас Хиггс занял второе место. Сразу же после финиша он потерял сознание, у него были дикие судороги. Вероятнее всего, это было связано с применением как раз-таки стрихнина. Стрихнина, конечно. Да, потому что это стимулятор мощной нервной системы. А когда он пришел в себя, он выяснил, что он оказывается не второй, а первый. Потому что Лоренц, его соперник, который занял первое место, он оказался 17 километров из 42, проехал в автомобиле своего тренера. Но это такая комическая ситуация. В общем-то, для Томаса Хиггса все прошло достаточно хорошо. Он восстановился, его выписали из больницы, он получил свою олимпийскую золотую медаль. Честно, нечестно, там на стрихнине. Но он отказался в дальнейшем от выступлений, потому что он сказал, что да, я добился успеха только потому, что я действительно получал вот эту комбинацию. Эта комбинация привела к тому, что я чуть не расслабился к жизни. Ну, какой черт мне нужна эта золотая медаль. Если в следующей попытке ее выиграть, я просто могу помереть. А вот просто интересно, немножечко в сторону, тренеру-доктору ничего не было за то, что он стыдный? Нет, нет, а он не нарушил никаких законов. Если не прописано, значит разрешено. Потому что это было время такого наивного экспериментирования в спортивной медицине. Давали одно, другое, третье, а давайте посмотрим. И вообще традиционно... Империка такая. Да, империка, да, конечно. Ну, слушайте, в конце концов, человечество, оно с древних лет пыталось себя чем-то там простимулировать. Возьмите этих берсерков, которые пили перед боем какой-то отвар из мухоморов, или настой из мухоморов, отвар, да, отвар из мухоморов, или из экзотических случаев. Вот в Древней Греции что было? Вот экзотика. Размолотые копыта осла сушеные. Отлично. Я не знаю, действует это или нет, но считалось, что это... На тот момент считалось, что это действует. Там чего только не пытались применять. Пытались пить и свежую кровь, и не свежую кровь, и есть сырое мясо. Ну, с кровью понятно, там электроциток. Скажем, вот, кстати, в 1896 году первый олимпийский чемпион по марафону же, он, когда бежал греческий, он был профессиональный, почтовидно-непрофессиональный спортсмен, он пробегал в Греции через деревню, где жил его дядя. Дядя имел какое-то домашнее винное хозяйство, он его там по дороге вином попоил. И, кстати, после этого решили, что алкоголь по дистанции, в общем-то, несколько повышает выносливость, стимулирует. В те времена считалось, что для того, чтобы добиться успеха в спорте, надо стимулировать. То есть, нужны какие-то стимуляторы. Стимуляторы в первую очередь центральной нервной системы. Вот стрихнин, исторически, это был один из первых стимуляторов, а ведь... То есть, на выносливость, а не на кислород, в общем, да, ставка делалась скорее? Да, не было еще понимания, что в циклическом виде спорта, скажем, ну, это вид спорта, который связан с какой-то физической деятельностью на протяжении определенного периода времени, очень многое зависит от того, сколько кислорода может переносить кровь, то есть, от кислородного запаса крови. То есть, это не привязывалось к уровню эритроцитов, гематокриту, это все уже допинговые программы, коснулись этого только лет через сто. То есть, я имела в виду выносливость не организму, а выносливость сходить даже, может быть, нервной системы. Возможно, да, возможно. Неправильно выразилось, да. А стрихнин ведь он... У него доза летальная, она даже поменьше, чем у цианистого кария. Это очень серьезный яд, и используется в качестве яда именно для того, чтобы крыс травить. Ну, а дальше, по мере разработки новых препаратов, начали появляться, ну, сперва появился кокаин. То есть, кокаин, моды на кокаин, она охватила, в общем-то, весь мир. 20-е, да? Да, Дим Бутфрейд искренне считал, что применение кокаина продлевает жизнь, улучшает работоспособность и так далее, и так далее. Спортсмены тоже начали применять кокаин, но очень быстро отказались от него именно по причине привыкания. То есть, они начали понимать, что у них просто развивается зависимость. Да, действительно, какой-то взрыв некой мощности кратковременной возникает, высокая работоспособность, но появляется зависимость. И от кокаина ушли, начали появляться первые амфетамины. А история амфетаминов, это история не только спорта. Амфетамины очень активно начали применяться в армиях. А вот это фашисты что тут делают? Они, ну, как это, под первитином. Первитин это амфетамин, амфетамин, которым сперва нацистская армия, они начали сперва пичкать своих пилотов. Были разговоры, что якобы в 36-м году на Олимпиаде в Берлине немецкие спортсмены тоже выступали под амфетаминами, под первитином. Но сейчас доказательств тому нет. Потому что, пожалуй, тогда была первая в мире государственная программа по поддержанию спорта всеми средствами, всеми силами необходимо было доказать преимущество нации. И нацистская верхушка, она вложила очень много в разработку разнообразных способов стимуляции своих спортсменов. Ну, вот были разговоры, что в том числе там были попытки применения первитина. То есть, политика уже тогда начала вмешиваться в спорт, и доказательство превосходства в спорте уже тогда позиционировалось как доказательство превосходства в жизни. Вот что очень серьезно, конечно же, и в дальнейшем, и сейчас влияет на культуру спорта в целом. Когда спорт становится политикой, ну, это плохо. И первитин начали применять нацистские летчики, потом он продавался в аптеках, его очень много, его начали применять даже обычные люди, просто для стимулирования. Ну, как стимулирующий агент, не в качестве наркотика тогда, не в качестве... Ну, как кофе попить. Да, просто как кофе, да ну, что там, таблетку первитина. А потом британские пилоты его начали использовать. В общем, психостимуляторы начали использоваться в армии. Во время Второй мировой войны всем немножко было не до спорта. Ну, как бы, спорт, нет, ну, спорт он, конечно, был, но глобальных международных состязаний не проводилось, поэтому мы, в общем, толком даже не знаем, что происходило в это время в спортивной медицине. Ну, а дальше на первый план вышел такой препарат, как эфедрин. И с эфедрином связано очень большое количество и каких-то фатальных случаев, когда спортсмены... Ну, эфедрин – это мощный стимулятор. Это стимулятор центральной нервной системы, это стимулятор сердца, а это все-таки препарат, который влияет на адренорецепторы, то есть, агонист адренорецепторов. И спортсмены, что называется, загоняли себя. Потом начали смешивать с другими какими-то амфетаминами. И несколько случаев было в 50-е-60-е годы, когда велосипедисты в ходе многодневных гонок применяли эти препараты для стимуляции, и было несколько фатальных случаев. Просто гонщики погибали именно в ходе соревновательных нагрузок. А сейчас, естественно, все эти виды запрещены для применения в спорт. Ну, они вообще запрещены, да, там амфетамины наркотические... Амфедрин, по-моему, входил в состав капель для носа, которые запретили, если я не ошибаюсь. Амфедрин, он входил, вот я помню, я как заслуженный астматик, я там в детстве получал такой сложный порошок, иофилин, амфедрин, димедрол, например. Вот я помню после него, то есть, вот если он был без димедрола бы, то, наверное, я бы там голову сворачивал, да, потому что там димедрол как-то прибивал. Да, да. Поэтому амфедрин, он, ну, зарегистрирован в медицине, применяется в медицине, но, естественно, запрещен в спорте. В чем проблема эмфедрина? Этот препарат, который может еще использоваться для похудания. Он повышает основной обмен, и этот препарат, он содержится в очень многих смесях. До сих пор продаются всякие БАДы для похудания, и там благо, если написано, что он содержит в себе там что-то эфедры, вот, а маскируется другими названиями, ну, например, там, махуанг, или там красный, экстракт красных апельсинов. Это, по сути, эфедрин. Это все эфедрин, содержащие препараты, и если спортсмены уже путем проб и ошибок и многочисленной дисквалификации выучили, что это пить нельзя, потому что за этим последует определение эфедрина просто в моче и дисквалификация, то с завидным постоянством, причем по всему миру, обычные люди, которые применяют вот эти вот смеси для похудания, они попадают в токсикологические реанимации именно с симптоматикой передозировки эфедрина. А это может спровоцировать и нарушение ритма, вплоть до фатального. Так что вот этот вот мистер эфедрин, как его тогда в 60-е годы называли газетчики, он вот до сих пор как-то возникает. А с этого года появился, например, новый стимулирующий препарат в запрещенном списке, называется октадрин. Препарат, похожий по своему действию. И вот опять с октадрином, я боюсь, что с октадрином опять мы получим, вот опять-таки серию дисквалификаций, основанных просто на элементарной неграмотности спортсменов, тренеров. Просто потому, что октадрин маскируется разными названиями. Там гидроксиметив, что это он может называться. У него есть потрясающее название капли Кузнецова. Вот почему капли Кузнецова, я не знаю исторически. Я просто знаю, что капли Кузнецова это октадрин. И капли Кузнецова они использовались традиционно. Кто такой Кузнецов? Я не знаю, кто такой Кузнецов. Кузнецовых в России было много. Кузнецовых в России то ли чуть меньше, то ли чуть больше, чем Иванова Кузнецова. Ну, мистер Смит вообще. Да, да, Кузнецов это мистер Смит. И вот это некий мистер Смит. И вот эти октадрин содержащие препараты, они использовались для сгонки веса, особенно в тех видах спорта, где необходим контроль веса. Боюсь, что сейчас кто-то просто по незнанию схватит вот эти капли Кузнецова. Ну, а вот это вот кофеин. С кофеином... Кофеин разрешен. С кофеином до сих пор вот не выработано единого понимания. Все-таки в какой дозе кофеин является безопасным, в какой дозе опасным, и можно ли его применять. В спорте пока что никаких запретов нет. Пытались одно время ввести запреты на слишком высокие концентрации кофеина, то есть, вследствие очень большого количества приема его. Но концентрация кофеина, она во многом зависит от индивидуальных особенностей метаболизма человека. То есть, вот если мы с вами выпьем по чашке кофе, которая содержит условно 150 миллиграмм кофеина, то у нас через час концентрации могут быть, в разы могут отличаться. Просто особенность метаболизаторов, быстрых, медленных. И поэтому сейчас с кофеиной отношение настороженное. Постоянно идут разговоры о том, что давайте все-таки каким-то образом лимитируем его применение в спорте, но пока запретов нет. И сразу же о такой городской легенде. На самом деле энергетики это, собственно, напитки, которые содержат очень большое количество углеводов. От них можно потолстеть, очень здорово, кстати. И они содержат витамин В1, запах которого многим просто не нравится. Его люди воспринимают, как говорят, химией какой-то пахнет. Это просто тиаминовый запах такой характерный идет от них. Там витамин В1, витамин В6. И они содержат в себе кофеин. Причем доза кофеина в этом энергетике, она, в общем-то, не сильно отличается от дозы кофеина в чашке обычного кофе. Ну, в общем-то, в Кока-Коле, в общем-то, да? Ну, в Кока-Коле там все-таки поменьше кофеина, чем в энергетике. Кока-Колу можно пить, ее даже иногда хочется, а вот это вот какая-то дрянь. Ну, там еще таурин есть. Но таурин, наоборот, скорее смягчает влияние кофеина на организм. Ну, очень много говорят о том, что, а давайте, как же так, там спортсмены даже рекламируют в спорте эти энергетики, скажем, Рэдбул, да? Вот есть там целая команда Рэдбул. Если раньше это только гонщики были, сейчас футбольная команда Рэдбул появилась, к примеру. В них нет ничего такого страшного. Вот это вот кофеин. Просто зачастую вот эта вот шоколота, которая поступает в стационар, что называется, под веществами, они признаются в том, что они пили, например, какой-то энергетик. Они не признаются в других грехах. Я там выпил две банки вот какого-то Рэдбула или там Адреналин Раша или чего-нибудь такого, и мне вот так вот заплохило. Ну, не может от этого так заплохеть. Это все, естественно, сказки. То есть, естественно, это была комбинация каких-то запрещенных препаратов вместе с энергетиком. В энергетике они признались, и вот тут за ним пошел флер. Я просто хочу, ну, сразу же сказать, что эти энергетики, ну, как говорят, почему их не запретят? Потому что в них нет ничего такого, в них нет ничего сверхвредного. Они дают тот же самый стимулирующий эффект, что крепкий кофе, крепкий чай, и не более того, я не предлагаю пить их там литрами. Там есть определенные нормы потребления кофеина, естественно. К этому надо относиться с, ну, изрядной осторожностью, но ничего запрещенного эти энергетики в себе не содержат. Во всяком случае, те, которые продаются у нас в магазинах. Вот, а теперь вот, и так вот, в спортивной медицине была такая эпоха, которую можно было бы назвать, скажем, эпохой стимуляторов и амфетаминов. Это эфедрин, это амфетамины, это смерти среди велосипедистов. Это какие годы? Ну, это начиная с 30-х, наверное, там до конца 60-х годов. А дальше началась эпоха, которую, ну, давайте назовем такой большой серьезной эпохой, эпохой анаболических стероидов или анаболически андрогенных препаратов. Все началось, опять-таки, с того, что впервые удалось получить тестостерон. Его получили в качестве деривата вытяжки из тестикул каких-то животных. Собственно, им показали, да, что это хорошо. Это действительно приводило к такому временному эффекту омоложения, стимуляции, особенно у мужчин. Забавно, что... В древние времена во многих кухнях есть такие тестикулы животных, мужчины очень уважают, традиционные. Да, я думаю, что да. Мне, например, нравится просто потому, что это вкусно. Я сразу хочу сказать, что тестостерон, вот он. Вряд ли он сохраняется. Он не пройдет через желудочно-кишечный тракт, вот в чем дело, он не всосется. А как он с термической обработкой тоже может быть? То же самое. Наверняка это миф. Это, конечно, миф. Ну, нравится людям, ну, это вкусно. Ну, мне вот, например, нравится. Я согласен с этим. Нет, первые препараты тестостерона, они были инъекционные, их нужно было колоть достаточно регулярно. Кстати, нацисты поиспытывали их в концлагерях. Интересно, такая парадоксально. А потом, вот, собственно, освобожденных узников в концлагерей, они продолжали получать то же самое тестостерон, но уже для того, чтобы просто бороться с кокексией, с остощением. И действительно, они набирали вес, потому что это анаболические препараты, потому что они приводят к росту мышц, они приводят к увеличению количества суставной жидкости, помогают восстанавливаться. И вот опять, это было не запрещено. Вот фотография Власов, Жаботинский, два выдающих, величайших атлета. Я сейчас не хочу говорить, что Юрий Власов или Жаботинский, они кололи тестостерон, потому что, ну, по словам врачей команды советской тогдашней, там все штангисты просто получали тестостерон периодически, и в этом не было никакого греха. И когда американский врач, он вспоминает, он разговаривал с советским врачом на каком-то соревновании, он спросил, ну, что, как вообще ваши парни-то так прут вверх с такими результатами? Ну, мы тестостерон колим. Сейчас это звучит, да? Да, да, конечно. Конечно. Но у тестостерона есть свои недостатки. Вот, например, тестостерон, он просто проходит, он ароматизируется, и тестостерон превращается в эстрогены в организме. Которые мальчикам вообще не очень-то нужны. Вот видите, да, вот на фотографии, вот здоровый дядька накачан, это один из культуристов. Вот если вот обратить внимание, видите, какие у него молочные железы? Молочные железы. Да, то есть у него развилась гинекомастия. Вот это вот последствия применения высоких доз андрогенных препаратов, андрогенных гормонов. Да, расплата за эти мышцы, это то, что у них не только высокий уровень тестостерона, но у них высокий уровень эстрогенов. Которые образуются из тестостерона. Да, которые образуются из тестостерона, это нормальный процесс ароматизации этого вещества в печени, и итогом становится то, что вместе с большими мышцами растет вот это. Вторая проблема, это то, что применение этих гормонов, механизм обратной связи срабатывает. То есть спортсмен, ну не спортсмен, я не знаю, организм, да, там сейчас спортсмены, они все-все чистые-чистые, да, говорят. Организм. Получая тестостерон, свой, собственно, перестает вырабатываться. Ну да, подавляется. В какой момент, да, если тестостерон в итоге резко отменить, возникает проблема, то есть и тут же вот от применения препаратов тестостерона, оно тащит за собой применение других препаратов. Сразу же начинают назначаться другие препараты, ингибиторы ароматазы, например. То есть, чтобы тестостерон не ароматизировался, не превращался в эстроген. После того, как происходит отмена, нужно разогнать собственную, то есть нужна, собственно, стимуляция. То есть хорионический гонодотропин, да, препараты гипофиза начинают вводиться, чтобы запустить, снова активировать вот эту вот ось, которая была подавлена введением экзогенного тестостерона. Американцы очень расстроились, что советские атлеты отобрали у них все результаты на международном уровне и решили, а давайте мы придумаем что-нибудь свое. В общем, разработали препарат, который называется метанодиенон. В общем виде здесь проделан один метильный радигал, короче, в 17-м положении. Короче говоря, препарат в итоге можно стало применять перорально. Препарат проходит первичный пассаж через печень, он моментально сразу же в ней не разлагается. Препарат действует, обладает тем же самым выраженным, очень выраженным анаболическим эффектом и менее выраженным, чем тестостерон, андрогеном, за счет чего меньше подавляет эту систему. В общем, метанодиенон, или в Советском Союзе, в России называют метандростенолон, он стал одним из самых популярных препаратов, которые, пожалуй, до начала 2000-х годов в этих подвальных качалках ели качки, самодеятельные атлеты в больших количествах. Результат он давал быстрый, но вот опять возникают проблемы. Здесь не только проблемы, связанные с влиянием на гормональный профиль, но препарат вызывает по какой-то причине холестаз. Причина до сих пор непонятна, но препарат приводит к поражению печени. И длительное применение метанодиенона приводило к поражению печени, к холестазу, вплоть до исходов цирроз печени. Очень большое количество атлетов и официальных, и самодеятельных любителей, оно погорело на применении этого препарата. В дальнейшем начали разрабатывать препараты, но, в общем, изгаляться начали, как могли. Вот, например, вот если посмотреть, вот берется вот это вот кольцо, вот сюда просто вшиваются атомы азота, а препарат перестает, естественно, ароматизироваться, он не превращается в эстрогенный препарат. Это фурозабол и станозолол, две других молекулы, которые у них преимущественно анаболическое действие. То есть мышцы на них растут, восстановление происходит, а андрогенный эффект у них меньше. А ведь этот препарат еще принимают женщины, принимали женщины. То есть не очень хорошо, если там у девушки начинают расти усы, грубеет голос, появляются мужские паттерны поведения, а это все результаты тестостерона. И вот эти вот стероиды, их еще называли тогда чистые стероиды, они начали получать распространение. Помните, вот был 80-й год, Олимпиады, когда они приехали из Афганистана на западные многие страны, в Москву. В 84-м США, значит, соответственно, страны Варшавского соглашения, социалистический лагерь ответил тем же самым. И вот в 86-м году провели игры доброй воли, как был первое такое... Да, консенсус. Да, консенсус. И первая Олимпиада, вот после 76-го года, потом была первая Олимпиада, когда собрались все действительно выдающиеся спортсмены, все спортсмены вот этих двух противоборствующих миров, это была Олимпиада в Сеуле, 1988-й год. Один из всеми любимых видов спорта, это стометровка, ну, потому что, ну, действительно, в легкой атлетике все предельно ясно. Вот пробежал там быстрее всех, все, ты показал всем, да, насколько... И главное, очень просто для понимания, и очень эстетичный вид спорта, и очень быстро становится понятно, кто победитель, меньше 10 секунд. Поэтому рекорды на стометровой дистанции, они, ну, становятся такими. Это, как бы, такие мастоуны на пути развития человеческой, эволюции человеческого организма. То есть, вот, надо же, меньше 10 секунд человек уже может бежать. Вот этот вот парень мускулистый, вот он не очень похож на легкой атлета, так вот, скажем. Ног не видно, не могу сказать. Ну, да, ну, давай здоровый, да? Да, здоровый. Бен Джонсон, это канадский спринтер, он за год до этого побил мировой рекорд в Риме в 87-м году, он выступал, кстати, на играх доброй воли. А потом в Сеуле он выходит на дорожку, там, 8 вот таких же накачанных бойцов, он опережает с потрясающим результатом, 9,79 секунды, он получает золотую медаль. Это потрясающий результат, весь мир стоит на ушах от восторга, и через 3 дня его дисквалифицируют, потому что у него в крови находится танзолол. Вот это вот Родченков. Да, наш герой. Мы коснемся, да, еще фигуры Родченкова. Родченков уже тогда работал в области антидопингового обеспечения, и потом он рассказал, что в 86-м году у Бенца Джонсона уже на играх доброй воли был обнаружен то ли танзолол, то ли фурозобол в крови. Один из вот этих вот чистых стероидов, так называемых. Но тогда предпочли... Он же сам легкоатлет, по-моему, да? И химик, химик легкоатлет. Да, он химик, химик легкоатлет, да. Ну, тогда предпочли, в общем, это дело замять, чтобы не нарушать... Вот опять идеология вмешалась. Сближение СССР в США на почве спорта, о, спорт и мир, все прекрасно, и поэтому вот эти вот данные они положили под скатерть, что называется. Время не пришло, да? Да. В неподходящее время. Да, и потом уже даже перед Олимпиадой 88-го года тогдашнее руководство Международного Олимпийского комитета, имея на руках данные о том, что очень многие спортсмены в межсоревновательный период были уличены в применении допинга, а предпочли не давать этому делу ход, ну, потому что это была спортивная элита, чтобы Олимпиада в Сеуле не превратилась в допинговую Олимпиаду. В итоге, вот, кстати, если говорить о том финале из восьми вот этих вот парней, а шестеро, участвующие в этом финальном забеге, в дальнейшем, в течение двух лет были дисквалифицированы за применение именно анаболических стероидов. Ну, а к Родченкову, если вернуться, появилось такое выражение «коктейль Родченкова», вы слышали наверняка. То есть, основная идея была какая? Он взял три распространенных анаболических стероида, смешал их вместе, и они хорошо растворяются в спирте. И просто предлагал спортсменам, он растворял для девушек в бартини, а для мальчиков в виски. И держать это во рту, полоскать рот этим. Ну да, там капилляров много, всё-таки всасывается хорошо. Они, в принципе, именно спиртовый раствор хорошо прокраскивал их через ротовую полость, а так как это сразу попадало в системный кровоток, не проходя через печень, первичного пассажа не было, они не разваливались. То есть, идея была, ну, с точки зрения фармакологии, с точки зрения фармакокинетики, она правильная. Можно было использовать небольшие дозы, которые в дальнейшем, предположительно, не ловились при тестировании. То есть, день-два прошёл, спортсмен чистый, всё, у него уже следов применения этих препаратов нет. Ну, правда, надо сказать, что он там рассказал всем в интервью BBC, там американском, ABC, по-моему, давал интервью, что это его изобретение. Да ничего, это не его изобретение, это, в общем, американские качки. Они знали, что можно растворять виски и полоскать этим ротом ещё за 10-15 лет до него. Просто взял эту идею из американских залов, где тренировались культуристы. Ну, вот такой вот забавный такой... Ну, а может быть, такая идея простая. Ему бывают же там гениальные идеи, а не что в воздухе. Да, идея абсолютно простая. Ну, а Родченков стал тем, что называется по-английски whistleblower. Ну, да. И вот, смотрите, он своим вот этим вот рассказом, он поднял ещё одну достаточно важную моральную тему, с моей точки зрения. Вы знаете, вот есть в английском языке термин whistleblower. Я пытаюсь перевести адекватно. Вот переведите, чтобы не был ябеда, доносчик. Я даже читала, какие-то были предложения, это же не сегодня возникло, это возникло, когда другие вот эти вот ребята, Сноуден, да, и прочее. Ни стукач, ни информатор, правдорубец, не знаю. Ну, правдорубец-то... Я не могу сказать правдорубец, потому что, я честно скажу, может быть, мы отвлекаемся от медицинских научных тем, я не знаю, как относиться к таким людям. Я и в жизни сталкивалась. Человек вскрывает какую-то вещь неприятную, он вскрывает какой-то нарыв. Но если он не вполне имел право это делать, я не знаю, как к этому относиться. Вот правда. Ну, в общем... Свистун такой, да? Да, да. У журналистов есть понятие «слива». Ну, да, он слив информации. Ну, на самом деле, антидопинговые агентства всего мира, они работают с информаторами. Они используют термин «информатор». А это действительно, это официальный абсолютно термин, который применяется, ну, это люди, которые не за деньги, а в силу идеологических, идейных своих соображений, они работают с антидопинговыми агентствами. Ну, вот Роченков стал одним из самых знаменитых... Не могу молчать. Да, одним из самых знаменитых информаторов, увы, это, опять-таки, это приобрело бешеные политические коннотации, потому что у нас, ну, у нас ко всему притягивают политику. Ну, ладно, мы к нему, опять-таки, еще, может быть, даже вернемся, потому что, вот, посмотрите, результаты применения допинга. Вот эта вот девушка с ядром, это известная восточно-германская атлетка Хайди Кригер. Вообще, восточная Германия, она в конце 70-х, начале 80-х поразила весь мир. Вдруг, неожиданно, в 76-м году они берут медали больше, чем СССР, там, почти что как США. Никто бы не сказал ничего, если бы это была большая страна. Да, но там жило всего 17 миллионов человек. И возникает вопрос, откуда, почему страна с таким, ну, достаточно скромным населением вдруг неожиданно вырывается в лидеры. Да, и именно в тех видах спорта, где нужны были, не в командных видах спорта, например, а в тех видах спорта, где нужны были сила, выносливость. То есть, ну, такая, ну, извините меня, такая тупая ломовая сила, особенно женщины. Там немецкие пловчихи, они начали брать все золотые медали вообще во всех практических дисциплинах. Это было, и вот, действительно, в Германии это была целая система, это была государственная система. Немцы со свойственной им педотичной такой пунктуальностью разрабатывали различные допинговые программы. Они начинали давать своим спортсменам и спортсменкам анаболики, ну, с 14-15-летнего возраста уже. И да, действительно, и они добились такого результата. А потом, когда... Такой реванш тоже, опять политика. Да, да, реванш, что-то было реваншистское в этом. На самом деле, это дико бесило в том числе советских спортивных функционеров, потому что в Советском Союзе, ну, тоже было, были случаи применения допинга, но не было государственной допинговой программы. Почему это стало известно? Ну, вы знаете, что там все архивы штази и так далее, они были открыты. То есть, это все выпрыснуло снаружи. Вот эта вот несчастная Хайди Кригер, ну, я не знаю, она несчастная или счастливая, в итоге она, Орла Туринабул, это один из анаболиков, она принимала 16-летнего возраста. И там в 20 с чем-то лет она поняла, что, ну, она не женщина, что она поняла, что она мужчина. То есть, у нее действительно начал грубеть голос, у нее начали расти там волосы по всему телу и так далее, и так далее. Ну, в итоге она поменяла пол, она сейчас, ее зовут Андреас Кригер, она женилась, он женился. Кстати, на другой спортсменке из команды ГДР. Вот, а этот парень, это норвежец, это Хнут Ельцин, а Ельцин, он, это дискобол и толкатель ядра. Он очень долго в Норвегии, он отказывался от применения анаболиков. И вот, каким путем, интересно, пошла Норвегия, там другой был. Это был первый прецедент, когда национальная федерация своего чемпиона, уличив применение допинга, дисквалифицировала. То есть, не международные федерации за ним гонялись, а именно национальные. Да, норвежцы, они заняли очень жесткую позицию в отношении анаболиков. И, кстати, вот, знаете, интересно, что в США периодически проводятся налеты на фитнес-клубы, ищут любители, которые принимают анаболики, потому что за это можно получить реальный срок. И вот из европейских стран Норвегия сейчас пошла по тому же пути. Они среди любителей проводят тестирование на запрещенные вещества. То есть, чистоту рядов. Да, и могут привлечь криминальные ответственности, потому что у них такая позиция, что изначально олимпийская такая, что главное это участие, спорт должен быть чистым и так далее, и так далее. Вот следующая эпоха. Это эпоха уже кровяного допинга. И опять мы возвращаемся к велоспорту. Это Лэнс Армстронг. Несмотря на то, что его имя сейчас связывается с целой огромной антидопинговой программой, я все равно, это выдающийся спортсмен, это великий человек, это человек, который переболел раком, который после этого выиграл 5-5 велогонок Тур-де-Франс. Но просто он один из самых знаменитых доперов. В какой-то момент велосипедисты пришли к тому, что просто необходимо повысить уровень, количество кислорода, которое может переносить кровь. А это зависит от количества эритроцитов напрямую. И тогда появился эритропоэтин. Как раз-таки синтетический препарат, синтетический гормон, который стимулирует выброс эритроцита в крови. В Швейцарии тогда его продавали без рецепта, кстати. Он был не запрещен, его начали покупать, колоть, и там чуть ли не все участники этих велопробегов начали пользоваться эритропоэтином. Когда за эритропоэтином начали гоняться, там появились разные способы. Они себе перед тем, как сдать анализ крови, вводили физраствор просто, чтобы количество эритроцитов и гематокрит уменьшить. Тем или иным способом они пытались скрыть следы применения допинга. Интересный факт, например, у спортсменов был очень высокий гематокрит, у них был очень высокий уровень эритроцитов. Соответственно, частота сердечных сокращений в покое очень низкая. Очень низкая частота сердечных сокращений в покое, она и при высоком гематокрите повышает риск тромбоза. Было принято решение. Ночью вставили будильник, они каждые два часа должны были просыпаться по будильнику, не приходя в сознание, просто делали несколько приседаний, просто для того, чтобы увеличить ЧСС. Чтобы ЧСС не было на уровне 30-35 ударов в минуту. Но при всем при этом они демонстрировали потрясающие какие-то результаты, чуть ли не жали на тормоза на подъемах, просто чтобы не мчаться туда скоростью паровоза. И в итоге Армстронг, когда все это было выяснилось, он был лишен всех своих вот этих вот званий. И вот опять разница в подходе. Америка не приемлет этих результатов сейчас. Если там спортсмен будет национальным героем ровно до того момента, пока он не будет уличен в обмане. Как только он уличен в обмане, все, он не герой, он падший человек-парик. Даже после того, как Армстронга дисквалифицировали, лишили всех этих званий, он сказал, ну, ребят, я там буду заниматься общественной деятельностью. У него там был фонд борьбы с раком. Давайте я выступлю в Нью-Йоркском марафоне, например. Просто пробегу, соберу каких-то денег на ЧАР-ите. Ему сказали, нет, вы не можете выступать в спортивных сетязаниях, даже любительских. Все, неприкасаем. Да, человек потерянный. Ну, сравните это с решением Московского суда о признании одного из дисквалифицированных спортсменов олимпийским чемпионом на территории России. Это такая формулировочка. Ну, у меня другая ассоциация. Лишение Кевина и Спейси возможности сниматься в тех фильмах, где он, собственно, продолжение сериала, который его прославил. В числе прочих блестящих совершенно работ. Это одного порядка вещи. Да. И кроме эритропоэтина, или в дальнейшем дарбопоэтина, исходного препарата, появились другие способы допинга, как аутокровь, например, переливание. То есть, спортсмен просто берет у себя кровь, выделяется эритроцитарная масса, и потом она непосредственно перед соревнованиями заливается обратно. Гемоглобин там резко подскакивается, скажем, со 140 до 160. Все окей, он получает определенные преимущества. Поэтому антидопинговое агентство «Вечная борьба оружия и брони» ввели так называемые биологические паспорта спортсменов. Теперь любой спортсмен должен дать объяснение, почему у него вдруг произошло какое-то подскок изменения какого-то результата. То есть, естественно, с этим, конечно, опять-таки ведется борьба. Сейчас уже можно химическим путем определить эритропоэтин, эндарбопоэтин, потому что первое время гормон был близок к естественному гормону человека, но сейчас по особенностям так называемой постансляционной модификации, когда белковая молекула, где там навешиваются сиаловые кислоты, – Она уже другая, она не такая, как в организме. – Да, любую молекулу можно проследить биохимическим путем полученную, в биосинтетическом, вплоть до чана, в котором она произведена. То есть, грубо говоря, проследить ее процесс, ее получение, вплоть до сказать, в каком конкретном биореакторе она была изготовлена. И сейчас, во всяком случае, вот этот вид допинга постепенно сходит на нет. Ну, еще одна известная история, как у нас называют это, норвежские астматики. Действительно, это неоднозначный момент, потому что в 2012 году первый раз был проведен анализ структуру медалистов Олимпиады, а лондонской. И неожиданно увидели, что, опаньки, оказывается, астматики имеют лучшие шансы, чем не астматики. Честно говоря, в спорте астматиков, вообще астматиков в жизни очень много. Вот я астматик, например, их очень много в этом мире. И говорить о том, что давайте запретим астматикам заниматься спортом, ну, это как-то, наверное, неправильно. Ну, это еще, наверное, с ростом городов, да, с увеличением плотности населения в городах. Да, тут много аспектов. Во-первых, популяция количества астматиков достаточно большое. Действительно, противоастматические препараты, я имею в виду агонисты, бета-агонисты, короткого и длительного действия, они, ну, в общем-то, являются стимуляторами, в том числе и нервномышечной передачей, и с их помощью можно, ну, они обладают жаросжигающим каким-то эффектом, то есть можно там слегка похудеть. Ну, и, в общем, есть такая точка зрения, что, ну, да, и там расширяют бронхи, расширяют, то есть бронходилитирующий эффект может давать какие-то преимущества. С другой стороны, ну, давайте, скажем, если мы возьмем астматика и не астматика, ну, в общем-то, у астматика просто при применении этих препаратов диаметр бронхов становится такой же, как у не астматика. И только-то. То есть, если не астматик будет применять эти препараты, это большого преимущества в спорте не даст. И еще, почему среди спортсменов, ну, действительно много астматиков. Есть такое понятие exercise induced asthma, астмо физического усилия. То есть, это выработка лейкатриенов на фоне физического усилия. И плюс, вот смотрите, там виды спорта, где очень много астматиков. Это лыжные гонки, например. Почему у этих, у скандинавов много астматиков среди лыжников? Воздействие холода, холодовое повреждение. Кстати, у нас тоже много этих астматиков. Просто у нас почему-то им диагноз этот не ставят, вовремя. И потом говорят, вот как же, ему нужны были эти препараты, но мы не могли получить терапевтическое исключение, потому что у него официально нет диагноза. Да, что мешало пойти к врачу и получить терапевтическое исключение. Второй момент. Все, что вот это вот постоянно что-то летит в легкие. Представьте себе вот этот огромный объем, у него там 6 литров жизненная емкость легких, например, у этого спортсмена. И вот он дышит 40 раз в минуту. На большой скорости, да. Летит пыль снежная. Если он велосипедист, летит дорожная пыль. Если он бегает по шоссе, шоссейная пыль. У пловцов астма, потому что хлорированный бассейн, над водой просто висит вот эта вот хлорка. Вот это вот все летит. И, естественно, с учетом того, что у них легкие, это такие огромные меха, которые перерабатывают этот воздух, просто развивается повреждение. Когда они уходят из спорта, у них эта астма исчезает. То есть, у них нет. В обычной жизни этой астмы у них нет. То есть, это такое физическое явление, а не органическое. Ну да, во многом да. То есть, там нет хронического воспаления, вне повреждающего действия холода, механического повреждения. И поэтому для них есть такое понятие исключения на терапевтическое использование. То есть, сальбутамол, например, можно в определенных дозах использовать в спорте. Можно в определенных дозах использовать сальмитерол, фармитерол. Но, опять-таки, эти дозы, они... Во-первых, врач должен подтвердить, что это действительно обусловлено тем, что спортсмен страдает бронхиальной астмой. А во-вторых, ну, в случае, если доза превышена, ну, надо объяснить. Ну, например, статус случился у астматика. То есть, это требует действительно какого-то объяснения. Поэтому говорить однозначно, что... Кстати, там говорят норвежские астматики, норвежские астматики, скажем, финны и американцы, у них гораздо больше терапевтических включений, чем у норвежцев. Ну, это... То есть, ну, вот, устойчивый такой паттер. Вошли в историю. Ну, говорят, а давайте вообще запретим там астматикам соревноваться с не астматиками. Ну, давайте запретим там рыжим соревноваться, еще каких-то, то есть, выделить какие-то категории людей и пусть они соревнуются друг с другом. То есть, ну, вопрос такой достаточно скользкий, но вот там есть другой, например, диагноз. Там риталин, скажем, применяется при синдроме дефицита внимания. Говорят, вот американцы там любят ставить диагноз, их там некоторым спортсменам, там, разрешают применять этот препарат, потому что вот у них этот синдром. Господи, боже, ты мой. А этот диагноз у нас просто в России, по-моему, не ставится. Отправьте спортсмена к врачу. Но для этого ему нужно, извините, в ПНД, пойти в психоневрологический диспансер, пойти к психиатру, встать на учет с этим синдромом. Встать на учет, да. Увы, пока что меньше. Ну и, конечно же, любимая тема всех – это мельдоний. Да. Хотя, ну, незаслуженно любимая, я бы сказал, ну, вот так вот произошло. Отец мельдоний, я бы сказал. Да, анекдотичная абсолютная история. Этот препарат, который… Ну, во-первых, действительно, есть такая концепция препаратов, которые… Есть такие препараты, которые влияют на метаболизм в кардиомиоцитах. Это триметазидин и мельдоний. Кардиомиоциты, они в большей степени, эволюционно так сложилось, что в ходе своей работы они утилизируют жирные кислоты. Что с точки зрения энергетики биохимических процессов является менее выгодным, чем там идти по пути цикла Крепса, просто утилизировать углеводы. Плюс, ну, жирные кислоты, ладно, там накапливаются продукты их перекисления, которые теоретически, опять-таки, все теоретически могут оказывать неблагоприятный эффект в дальнейшем. И вот на основании этого сперва начали применять на Западе триметазидин, который тоже очень распространен в России. Это препарат, который, ну, сейчас его все производят уже тогда, это был препарат компании Сервье. Его в 2014 году ВАДА запретила, ну, как препарат, который, вероятно, дает какие-то преимущества, хотя преимущества эти были не доказаны. Амельдоний, он препарат такого же сорта, в общем-то, он точно так же частично блокирует вот молекулы, вот молекула мельдония, вот молекула элкарнитина. Что такое элкарнитин? Элкарнитин – это вещество, которое затаскивает жирные кислоты, протаскивает через мембрану митохондрии, и, собственно, они там дальше утилизируются. А вот это вот фермент гамма-бутира-бетаин-дагидрогеназа, о, выговорил, а смысл мельдоний просто вот структурно схож с элкарнитином, он связывается с этим ферментом, то есть фермент с активным центром, блокирует активный центр этого фермента, всё, а элкарнитин не синтезируется в организме, то есть развивается искусственный дефицит элкарнитина. Элкарнитин не синтезируется, жирные кислоты в меньшей степени затаскиваются, а клетка в большей степени переключается на утилизацию глюкозы. Вот такой механизм действия. Ну, у нас же как? Мельдоний, ну, что-то про него такое чудесное сказали, все его начали пить. Понимания нет. Особенно анекдотично было, когда одновременно пили элкарнитин, например, и мельдоний. Более того, в одном клиническом руководстве по ведению нозологии, в российском, в запописи очень уважаемых людей, вот последнее руководство это убрали, к счастью. Это была рекомендация мельдонии применять и элкарнитин. Да, одновременно. Ну, действительно, все-таки фармакологию надо учить. Собственно, мельдоний, он вошел, продавался везде в аптеках, поэтому почему-то его начали очень активно применять, причем активно применять начали во всех видах спорта, даже порой не понимая, понесет ли он теоретически пользу или вред. Ну, а дальше случилось то, что случилось, и выяснилось неожиданно, что препарат-то этот, ну, он был разработан еще в советское время в Латвии, он только не был исследован. И та фармакокинетика, которая описана, и она до сих пор описана в его инструкции по медицинскому применению, она не соответствует его реальной фармакокинетике. То есть там написано, в общем, грубо говоря, через 14 дней препарат не будет в крови. Ничего подобного. До 8 месяцев определяется. Такая вот особенность этого препарата. Он накапливается избирательно в жировой ткани и постепенно ей отдается. И когда его включили в запрещенный лист ВАДА, то есть кто-то сперва не понял, что мелдронат в Мельдоне продолжит принимать, кто-то, как Мария Шарапова, ну, она честно призналась, что они просто пропустили этот момент. Ну, она по своей американской привычке она честно призналась к закону. Ну, послушка, да. Да, в итоге первый же год, ну, 499 дисквалификаций. Глупость полная. Препарат малоэффективен. По всему миру препарат... Естественно, у нас пресса подает так, что нам завидуют, поэтому нас дисквалифицируют. Ну, опять-таки, ничего подобного. Триметасидин за два года до Мельдония был включен, это запрещенный список. Вот. Осмысленность применения этого препарата вот мне до сих пор, она у меня вызывает огромные сомнения. И самое смешное, каждый год в итоге кто-то подрывается на этом Мельдонии. Ну, значит, и медицинское его применение тоже. Давайте скажем так. Для Мельдония нет устойчивой доказательной базы. То есть, вот такой вот однознательной доказательной базы. То есть, теоретический механизм я описал. Теоретический механизм имеет право на существование. Теоретический механизм, если коротко, это переключение на более активный метаболизм. Да, на более выгодный метаболический путь. А практически, ну, я не знаю, доказательств почти что нет. И самое главное, ведь в спорте как? В спорте же очень мало проводится, вот мы там говорим, рандомизированные клинические исследования. В спорте очень мало РКИ проводится с препаратами. И очень часто препараты попадают либо на основании безусловного понимания их потенциального вреда, скажем, и эффективности, как в случае с анаболиками, либо на основании, ну, вот подозрений. Вот Мельдоний попал на основании, что называется, подозрений. И трометазидин тоже попал на основании подозрений, в запрещенный лист. Вот еще одна такая забавная история. Мы говорим сейчас о препаратах, которые очень активно применяют на постсоветской территории. Есть такая штука, креатин. Ну, креатин, как бы... Креатин-фосфат, это один из... После того, как запасы АТФ исчерпали, значит, креатин-фосфат является основным донором в фосфатной группе. Вот креатин, вот креатин-фосфат. И креатин в спорте применяется очень активно, его навалом, это биодобавка, это вообще не лекарство, то есть его можно купить там за сравнительно небольшие деньги, применяется он перорально, очень удобно. Есть препарат, хороший препарат, хорошая идея, фосфокреатин он называется. Фосфокреатин, ну, это тоже самый креатин-фосфат, но только он вводится парантерально-внутриведная инфузия. И, в общем-то, в реанимационной практике, в практике интенсивной терапии, это нормальная совершенно идея, но тут его начинают продвигать, как спортивный препарат. И опять, и вот абсолютно не задумывается, то есть рассказывает спортсменам, что вот фосфокреатин, это очень круто, потому что вы вводите в Вену, ну, правда, там астрономические деньги получатся тогда. Спортсмен, это не человек, на реанимационной кольке ему не нужна капельница. Тем более, он может просто вот этот вот креатин съесть. Но при этом не понимая одной вещи, а есть определенный запрет, нельзя... ВАДА запрещает, антидопинговый агентство запрещает инфузии определенных высоких объемов. Просто потому, что это нельзя. Потому что это, опять-таки, попытки каким-то образом что-то сманипулировать. А для того, чтобы вводить фосфокреатин в большой дозе, надо его разводить там в 100 миллилитрах, как минимум, это высокую дозу. И вот звучат эти рекомендации, вводите фосфокреатин внутриведную. К чему это может привести? Это пример одного американского пловца. Он просто по собственной дурости. У себя в Твиттере опубликовал вот такую фотографию. Я вот даже не знаю, кто эта девушка. Его, может быть, какая-то коллега по команде. Я не знаю, что в этой капельнице. Не может быть ничего запрещенного нет. Но здесь явно больше 100 миллилитров. На основании этой фотографии он был дисквалифицирован. Он сам себя опубликовал и сам же нарвался на дисквалификацию. И вот эти рекомендации вводить там в фосфокреатин, вот это, опять-таки, возможно, путь дисквалификации. При всем при том, что... История с котом Виктором. Да? При всем при том, что тот же самый креатин, фосфокреатин попадает в кровь. Он дефосфорилируется. Он потом протаскивается в клетку в виде креатина и там снова происходит его фосфорилирование. Тот же самый креатин в спорте. Применяется пероз. И точно так же фосфорилируется, превращается в фосфокреатин. Ну, из того, что сейчас нас ждет, это так называемое русское чудо, экдестерон. Это еще один из препаратов, которые были разработаны. Туманный советский гений принес нам. Из какой-то туркестанской, забыл, как измевичка туркестанская, по-моему, растение называлось. Выделили странные молекулы, которые не являются формально стероидами, но при всем при этом для них был показан эффект вроде бы стероидоподобный. Потом было выяснено, что это молекула, что это вещество в большом количестве содержится в шпинате. А сейчас экдестерон находится в мониторинге ВАДА. А что такое мониторинг ВАДА? То есть антитопинговое генство в течение года, двух, может быть, трех, оно отслеживает частоту применения этого вещества, этой субстанции, насколько в большом количестве анализов оно может определяться, какие результаты этих спортсменов, и принимает решение о том, что, может быть, препарат либо будет запрещен в дальнейшем, либо снят с мониторинга. То есть все окей. И вот экдестерон сейчас находится в мониторинге ВАДА, но вот что вот смущает, как и с кофеином. Шпинат-то все едят. Ну, вопрос в количестве, наверное. Да, на самом деле, меня и надо спрашивать, сколько надо съесть шпината, чтобы получить количество экдестерона, как фармакологическую дозу. Ну, 200-300 грамм шпината. Ну, кстати, это можно съесть. Конечно. Да, а определяться будет, если вы съедите... Ну, либо когда готовишь, из него получилось. Да, определяться будет, когда вы съедите на 50 грамм. И вот эти 50 грамм вам дадут уже концентрацию, которая будет определена, которая будет значима, и, естественно, возникнет вопрос о том, не допинг ли это. Ел ли шпинат перед соревнованием. Да, но с другой стороны, еще очень интересный факт, вот почему об экдестероне, например, заговорил, он содержится в очень большом количестве биодобавок сейчас. А ВАДА периодически спонсирует какие-то рандомизированные исследования, и несколько лет назад они проспонсировали рандомизированные исследования именно эффективности экдестерона на добровольцев, спортсменах. И нужно было просто подобрать биодобавку, которую бы они принимали, чтобы кормить их этим экдестероном. На биодобавках написано, сколько там содержится экдестерона. Было проанализировано 12, если не ошибаюсь, брендовых каких-то биодобавок. Это были не фальсификаты, это были такие уважаемые в спортивном мире производители спортивного питания. Из 12 только в одном, а содержание примерно на 70-80% соответствовало заявленному. В некоторых там 0,5% например было. Это проблема биодобавок. Мы не всегда знаем, что в них находится. Поэтому, когда ко мне подходят спортсмены и говорят, ну вот можно я попью вот этого биодобавка, соревнущиеся атлеты. Вы знаете, вот с этой биодобавкой, когда перечень каких-то непонятных трав, алкалоидов и так далее, лучше не рисковать. Вот если там написано, там креатин, там креатина ничего нет, там протеин, это протеин. А если, ребята, у вас вот в этой биодобавке написано вот это, 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 это очень велик риск, из-за того, что не декларировано будут добавлены какие-то запрещенные вещества, запрещенные элементы. Ну и вот пара, такая анекдотичная ситуация, которая произошла с Лораном Сен-Лапуан, это канадская грибчиха, как правильно по-русски, девушка, которая занимается греблей на конвое, ее поймали на допинге, на препарате, который называется Лигандрол, это стимулятор андрогенных рецепторов, модулятор андрогенных рецепторов, он не стимулирует непосредственно их, а просто повышает их чувствительность к собственному тестостерону. А у нее обнаружили Лигандрол, это запрещенный препарат, она нашла объяснение, она сказала, его применяет мой бойфренд, он занимается американским футболом, там никаких запретов нет, это не олимпийский спорт, там запретов нету, он признался, да, я принимаю Лигандрол, как она объяснила, в 11-м процессе секса был активный обмен жидкостями, и вот, собственно... Допинг, передающийся половым путем. Да, вот, возможно, вот допинг, передающийся половым путем, то есть допинг приручается за ППП. И самое интересное, ее оправдали. А я не знаю, это сейчас произошло, несколько дней назад, я не знаю, что будет дальше. То есть сейчас, видимо... Но вообще могли бы проверить еще бойфреда, правду ли она, Проверили, у него нашли очень высокую концентрацию, но другой разговор, послушайте, он, может быть, напринимал его там... Да, перед проверкой. Да, у нее следы. Ну вот такой джин был, новый джин выпущен из бутылки. И сейчас все, я думаю, функционеры ВАДА, они сидят, чешут репу и думают, а что же делать дальше? Вот если будут вот такие вот объяснения. Запретить заниматься сексом, что еще? То есть теперь надо еще... Еще за этим следить. О том, не только, что сам соревнующийся атлет получает, но что и получает его половый партнер. Информаторов нанять, которые будут следить за этим. Информаторов на самом деле не мают. Информаторы, я вас уверяю, да. Там очень... Там очень серьезная работа проводится. Потому что мы сейчас находимся в ситуации, когда пропагандируется во всем мире нулевая толерантность допингу. А по-другому? Скажите, вот ВАДА это пропагандирует, они борются за чистоту спорта или все-таки за здоровье популяции на земле? Ну, популяции спортсменов, чтобы они не вредили себе. То есть может быть тут гуманитарная составляющая? Есть. В ВАДА есть три критерия, по которым препарат может быть внесен в запрещенный список. Это не спортивность, скажем, его применение, нарушение принципов чистоты спорта. Это получение преимущества за счет применения этого препарата. И третий критерий – это риск нанесения вреда здоровью. Все-таки наиболее рациональное это должно быть. Потому что, да, практически вся работа антидопинговых комиссий, она родилась именно из каких-то трагических случаев. То есть сперва заговорили о том, что амфетамины могут привести к смерти, анаболики, я показывал, могут привести к серьезным последствиям. Применение тех же самых эритропоэтинов может привести просто к повышению риска тромбоза. А соматотропный гормон – риск развития злокачественных опухолей, развития каких-то эндокринных нарушений. Поэтому, конечно же, здесь во многом… То есть этот аспект есть тоже. Да, и плюс еще один аспект, о котором мы всегда забываем. Вот этот допинг, про который как-то по телевизору и в газетах, это ведь верхушка айсберга. Огромное количество, это огромный серый рынок еще, огромное количество спортсменов-любителей, которые официально не тестируются в аккредитованных лабораториях, либо тестируются от случая к случаю, они подъедают допинг. То есть это серая зона? Да, это серая зона, с которой надо что-то делать. И вот они рискуют даже еще больше. Потому что здесь, ну ладно, здесь контроль врача, здесь все-таки, опять-таки, спортсмен знает, на что он идет. Этот риск оправдан. Да, он хочет стать, он хочет получить медаль, он хочет сделать карьеру. Скажите, пожалуйста, от того, что бицепс с 38 сантиметров стал 42, ну да, наверное, это круто, большой бицепс. Но стоит ли ради этого... Придешь в свой офис сидеть, какая разница? Да, 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 какая разница, с каким бицепсом выполнять свою работу в своем офисе. Ну и еще сейчас вот самая такая тема, это генетический допинг. Я просто проведу один пример. Есть такой белок миостатин. Смысл миостатина, он останавливает в какой-то момент пролиферацию мышечной ткани. Вот парень, Лайон Хелкстера. Этот парень, который родился с генетическим дефицитом миостатина. Вот уже в детстве он удивлял, вот смотрите, какие ноги мускулистые, да? Вот это он уже такой тинейджер. Это не потому, что... Тут качки, да, он такой, он учится в школе, он играет в хоккей. Я не знаю, я никто не знаю, какие будут последствия этого всего. А вот это вот порода коров, которая была специально выведена, генетически нокаутированная по этому гену. Видите, какое животное получается. Да, оно дает много мяса. И сейчас пытается... Мало жира? Да. Вот уже не путем применения тестостерона или метандростенолона, который вот на этих картинках, а путем выключения избирательного вот этого белка, пытаются каким-то образом воздействовать на рост мышечной ткани. Опять риск понятен. Риск понятен, но пока что реально я не вижу пути методами современной генетики. Криспур КАС-9. Криспур КАС-9 в данный момент... Пытается. Работает, но это надо на эмбриональных делать тогда. Потому что то, что на взрослом организме, пока что реально можно только на клетках крови. То, что забирается из организма, возвращается в организм. Или глаз он выпучат. Или тогда на эмбрионах, чтобы это было дальше. Но это уже очень серьезная история. Даже взрослого человека вот нас с вами криспировать сейчас вот так вот невозможно. Я не хочу рекламировать, но бизнес, по крайней мере, на этом уже делают. И вот для лаборатории биохакинга уже предлагают через интернет купить в том числе набор для воздействия именно на миостатин. Это технически невозможно. В любом случае, генетический допинг уже внесен в запрещенный список ВАД. На всякий случай. Да, на всякий случай. На всякий случай. Потому что уже, и опять-таки, на генетическом уровне пока что, действительно, научных данных-то пока нет серьезных. Криспром ты можешь там на мышцу какую-то локальную, но у тебя по всему организму это пойдет. Не будет работать на всем. Это начинает с клеток. Народ доходит до того, что просто в бицепсы стенол уводят для того, чтобы увеличить их объем. Ну, это один бицепс, один стенол, один бицепс. Но, по крайней мере, рингобитерами у статина они вроде бы так вот пытаются запустить на рынок. Ну, посмотрим. Ну, и вот просто, что называется, завершая разговор, хочу просто подчеркнуть, что очень большое количество случаев, связанных с применением допинга и в дисквалификации, они обусловлены не даже злой волей, злым умыслом, а просто элементарной неграмотностью. Спортсмен и его тренер не знают, что эта субстанция, она включена в допинг-лист, а не знает, какое время можно применять. Потому что вот два скриншота от двух сайтов. Это официальный сайт ВАДА. Свежайшие данные. Да, просто все время абсолютно открытые данные. То есть, есть препараты, которые все время запрещены для спортсменов. А есть препараты, например, кортикостероидные некоторые, которые запрещены только во время соревнований. Есть препараты, которые запрещены в специфических видах спорта. Ну, например, бета-блокаторы. Казалось бы, зачем они нужны в стрельбе? Уменьшается нейромышечная передача, уменьшается тремор руки, и бета-блокаторы могут давать некое преимущество. Там, скажем, естественно, в легкой атлетике бета-блокаторы вряд ли кто-то будет применять в здравом уме, в твердой памяти. Опять-таки, здесь можно все проверить. Причем здесь подчеркивается, что, пожалуйста, вот сгрузите себе официальный документ в PDF-формате, проверьте по нему. Ну, и, в общем-то, есть официальный сайт российского антидопингового агентства. То же самое, пожалуйста. Вносится вид спорта, вносится, собственно, период соревновательный или несоревновательный. Все открыто. Вводится препарат или субстанция, и есть даже специальные, ну, разработаны программки для мобильных устройств. Есть уж совсем лень все вносить, там на QR-код можно навести, и все. Поэтому, опять-таки, и ВАДА, и РУСАДА – это абсолютно открытые организации, которые, они ничего не скрывают. Вот, наоборот, проверяйте, вы смотрите, огромное количество средств и усилий они тратят именно на образовательную деятельность среди спортсменов и спортивных врачей. Ну, и, в общем-то, даже среди населения, потому что сейчас же и людям-то пытаются объяснить, чтобы не было вот этих вот «опять нас не любят». Опять нас не любят. Спасибо большое, Олег. Вы ликвидировали безграмотность, по крайней мере, мою, лично. Я очень много нового узнала для себя, как человек совершенно стерильный в спорте. Спасибо большое. Спасибо большое. По скриптуме я хочу задать очень простой вопрос вам. Очень простой. Возможен ли спорт высших достижений без допинга в мировом масштабе? Реально ли это? Как это, а кто не пьет, да? Да, да. А вы знаете, а вот смотрите, давайте я вам приведу совершенно конкретный пример. Вот сейчас за Россией, за нашими спортсменами гоняются. Вот гоняются так, что там даже о допинге подумать страшно. Вот Мария Лосицкена, трехкратная чемпионка мира. Вот она сейчас опять два выдала прыжка лучших в сезоне. Какой допинг? Она близко к допингу не подойдет. Лыжники. Вот сейчас наши лыжники опять начали рубиться на высшем уровне. На гран-при они занимают все время призовые места. За ними гоняются допинг-офицеры последние несколько лет. Никакого допинга. Значит, можно. Значит, можно. Мы начали программу с эволюционных всяких построений, да? С рассмотрения в эволюционном аспекте состязательности вообще, как явление такого свойственного живому. Играет ли роль вот такое развитие спорта, которое мы наблюдаем, ну, скажу, последние сто лет? Ну, мощно, да? Там 150 лет. Все-таки это уже на популяционном уровне может сказаться, потому что стало больше спортсменов, круче стали достижения, наверное, показатели увеличились. Как вы думаете, на популяции это может сказаться в целом в эволюционном аспекте? Там через 500 лет появятся из-за этого другие люди, условно говоря. Меняемся ли мы? Нет, мы безусловно меняемся. Знаете, я когда был маленьким, я помню такую картинку. Думаю, бабушка, скажем, на физкультуру не ходила в школе. Наверное, у них не было. Помните, футурологи изображали человека будущего с огромной головой, редуцированными конечностями и так далее. Но вот пока что этого не происходит. Вы знаете, давайте скажем так, сейчас опять культура спорта пошла. Она даже в Россию уже пошла. Вот возьмите там московский марафон, в нем полтора десятка тысяч человек в последний раз. Я просто помню, в 2010 году я бежал в московский марафон Бертом, 900 сумасшедших собралось возле Крыма. Нет, люди стали думать о своем. Меньше курят, меньше пьют. Это хороший тон заниматься спортом. Опять-таки, вы мне скажете, что Америка это страна ожиревших людей, но при всем при этом в стране культ спорта. И там, например, в вузах университетский спорт развивается. Слушайте, этот миф уже отмирает. Я бывала в Америке неоднократно, я не вижу там этого. Мне кажется, вот я сейчас смотрю, люди стали красивее, что ли. То есть, да, появилось больше времени, может быть, на спорт. А опять-таки, спорт, он становится массовым явлением. Спорт должен быть... Это действительно массовая штука. Я всегда говорю, меня спрашивают, взрослым надо ли заниматься спортом, с моей точки зрения. Ребята, конечно, надо. Только, ну, не надо там просто вот ходить в качалку или... Если вам не нравится бегать, вы не будете бегать все равно. Может быть, вы фигуристом хотели стать в детстве. Видите, занимайтесь фигурно-катами. Ну, я сказала о том, что это не приносит преимуществ для выживания. Но есть такая вещь, как, скажем, эндорфины, которые вырабатываются. Это совершенно верно. Я знаю, что спортсмены получают удовольствие колоссальное. Это повышает качество жизни. Поэты, может быть, тоже получают удовольствие, когда пишут свои хорошие стихи. Но спортсмен и простой человек, даже если он успешно там хорошо поплавал, он получил эндорфины. И это тоже эволюционный фактор. И еще все-таки давайте... Ну, это... Есть такое предубеждение, что спорт... Что физкультура это полезно, спорт это вредно. Во-первых, я не знаю границы между физкультурой и спортом. Но, извините, есть данные, что спортсмены, они все-таки анмаз живут дольше и болеют меньше. Потому что все-таки организм, привычный к спортивным нагрузкам, он в дальнейшем... Он стареет позже просто. А вот в эволюционном плане, ну, не знаю. Нет, наверное, все-таки. Ведь эволюционный планер, спорт, он не дает каких-то преимуществ борьбе за выживание сейчас. У нас очень гуманное пока что общество. У нас там слабейших вытягивают как могут. Поэтому нельзя сказать, что спортсмену там даст более здоровое какое-то потомство. Нет. Еще раз спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.